Я была так счастлива, что меня взяли на роль. Я была самым счастливым человеком, когда у меня был шанс пройтись, потому что то, что я мечтала, то, к чему я стремилась, то, что я хотела, вот оно, пожалуйста. Все эти камеры, все люди куда-то бегают, что-то делают, что-то происходит вечно, и просто я чувствую, это мое. Это то, наоборот. Все-таки с таким макияжем, я такая, ну не, точно не возьмут. Кому же отдает выбор такая красивая, умная девушка? У меня вся такая мягкая, такая пушистая. Я за день пошла гулять, и погуляла очень хорошо. А, я вам еще расскажу. Там все продюсеры, все директоры, все друг друга вот и знают, все какие-то на понтах. Оля, тебе, блин, 28 лет. Не верят в себя, что они, и не действуют. Таким образом, просто, ну, жизнь, ну, сложилось, ну, так, что поделать. Выходы в ходе, надо всегда уметь знать, где их брать. Всем привет, это Ирина, канал Модели США. Сегодня у меня в гостях очень красивая девушка с очень красивым именем Степани. Степани, спасибо большое, что ты пришла в это морозное утро к нам в офис и решила поделиться своей историей. Ты, как человек, мне очень интересно, потому что ты и актриса, и модель. И вот на сайте IMDB я увидела твою анкету. Там написано, что ты снималась в 15 фильмах в эпизодических ролях. Меня интересуют такие фильмы, как Джон Вик, Киндергартен Титчер и Брайтон Фор. И расскажи, пожалуйста, как ты туда попала, большой ли был кастинг? Спасибо большое, что меня пригласили. Мне очень приятно поделиться моей историей. И я бы хотела быть как вдохновением для других, начинающих, таких же, как и я, чтобы они верили в себя и действовали. Начнем, наверное, скажем, с первой роли, которую я получила в полнометражном фильме. Это вот Брайтон Фор. Мы снимали в Грузии. Для меня это была первая выездная работа. Моя мечта всегда была путешествовать и путешествовать по работе. Это вот то, что я хотела соединить. Потому что путешествовать для меня, как просто турист, мне неинтересно. Мне нужно, чтобы это было связано с каким... Да, вот. И полезно, и продуктивно, и все вместе взято. Я была так счастлива, что меня взяли на роль. И я благодарна, благодарна этому опыту. И в Грузии я была первый раз, и полнометражный фильм для меня был первый раз. Пусть и небольшая роль, но роль в полнометражном кино. Опыт мне очень понравился. Мы работали с грузинским режиссером и американским синематографом. У него достаточно большие работы. И фильм, надеюсь, выйдет в скором будущем. Также у нас снимались звезды российского кино. Вы увидите и грузинского кино. С опытом звездами мы сейчас поговорим чуть-чуть попозже. Мне интересно, как ты туда попала? Большой ли был кассинг? Наверное, там очень... Пробрать информ? Скажем, давай, Джон Уик. Джон Уик. Потому что там снимается Киану Ривз. Я его просто обожаю. Хорошо. Давайте перескачивать туда не будем. Следующая работа была Кинер Гарантыча. Вторая работа в полнометражном кино. Работа не... Также небольшая роль. Кастинг. Значит, когда я пришла на кастинг, у меня там вся история связана с этим кастингом. В деталях, если говорить, обычно кастингом ты подготавливаешься, ты настраиваешься, ты прям... Все только самое лучшее. Я за день пошла гулять. И погуляла очень хорошо. Что-то домой я вернулась в 8 утра. Я давно так не гуляла. Я давно... Я вообще уже не пью алкоголь, просто это от того, как я смотрю на жизнь. Но в тот момент, в тот день я выпила 5 бокалов вина. Для меня это много. Ну, бутылку вина. Это для меня еще не всей ночью, да. И я давно так, честно говоря, не гуляла. А у меня 12 часов аудишн. Это как-то несерьезно, можно сказать. Но может, как раз таки вот это, что я не чересчур подошла к этому серьезно. Наверное. И была просто... Расслабная. Да, вот это самое главное. А она аудишн была через агентство? Через агентство. И, знаете, там аудишн был какой? Помечание роли. У нее там сильный мейкап. Она там... Ну, девушка, скажем, может, нелегкое поведение, но я так поняла, что ее нашли в клубе. И можно... Роль на нянечку. На нянечку. Но так как отец... Это тоже, который я смотрела как раз. Да, отец владелец клуба, и он так нашел себе там нянечку для ребенка именно из клуба. И, знаете, когда я пришла на аудишн, я вся такая мягкая, такая пушистая. И все-таки с таким макияжем. Я такая... Ну, нет, точно не возьмут. Я пропустила эту... 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 Эту часть. Наверное, я в следующий раз буду вчитываться лучше. Но так получилось, что взяли. Была очень-очень рада. И это была сцена с Мэгги Джилленхол. Вы, наверное, ее тоже слышали об этой актрисе. Она снимается сейчас The Deuce. Вот. Для меня это тоже хороший опыт работы на площадке. Переходим. Наконец-то переходим в Джон Вик. Третья часть. Джон Вик, да, Киану Вик. То есть ты с ними встречаешься с звездами на площадке? Вот смотрите, как... Если у вас сцена... Вот если у меня сцена с Мэгги Джилленхол, да, у меня была возможность поздороваться, сказать слова, которые я хотела сказать, как человеку с опытом ей. И что мне приятно работает на площадке с человеком с опытом. А с Киану Ривз у нас не было возможности разговаривать вживую, но на площадке мы работали, сцена у нас была, скажем, я на заднем плане, а не на переднем. Камера идет за... снимает его, а я как на заднем плане балетмейстер. У нас там класс идет. Класс, урок класса, балетного класса. Да, про балет мы поговорим попозже как раз. Я подготовила вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, вот Брайтон Форд, ты говоришь, в Грузии, соответственно, это русская команда была, Джон Уик, соответственно, американцы. Нет, сейчас, извини, перебью. Просто, знаешь, вот если закончится вопрос, ты прекрасно. Да-да-да. А следующий, мне очень интересно, сниматься для русских и сниматься для американцев, это большая разница или просто, если люди профессионалы, они профессионалы, неважно, в каком языке они говорят. Вот это мне очень интересно. Я соглашусь вот с тобой, что если да, они профессионалы, неважно, в каком языке они говорят, делают свою работу. Вот это самое главное. Значит, Брайтон Форд, все-таки, мы снимали в Грузии, да, скажем, это постсоветское время, это все-таки, мы близки, и это тоже очень приятно, потому что ты чувствуешь атмосферу свою какую-то, но оператор, еще раз повторюсь, американский, и все-таки как-то находить общий язык, когда вы делаете одно дело, вот это самое главное. Вы работаете над одной работой, у вас есть этот интерес, и это то, что вас дает вам драйвер. А на каком языке, это, наверное, уже не важно. Я обожаю, когда этот драйв, когда идет работа, пипит, пипит. Пожалуйста, вот так же на сайте написано, что ты была продюсер, писатель, прокомментирует этот момент. Я сделала свой криконитражный фильм, и я называла его «Белли». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Да, да, Я penso, мы к этому делаем Я думаю, мы на 5 лет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok то да, твой профайл, если фильм просматривают люди из индустрии, и каким-то образом они наткнутся на твой профайл, ты им интересен. Например, для Brighton Forth мне сказали, что директор, он зашел, посмотрел. И так что я думаю, это имеет значение. Говоря про этот сайт, еще одна такая важная деталь, которую я заметила. Там написано, что ты снимаешь с 2014 года. Это была, значит, вроде бы работа, самая первая работа была студенческая работа. Это был короткометражный фильм. И я также играю балерину. Что? Опять спасибо тем навыкам, которые я проводила время после школы. Вот. В 2014 году это был уже второй фильм. Первый в 2013. В 2014 это был первый фильм, который я увидела себя на кинофестивале. На большом экране. И это было очень приятно. Приятно? Конечно. Это выявить себя на большом экране. Какие у вас называют? С одной стороны, мне очень сложно смотреть на себя на большом экране, потому что я очень критически подхожу к этому. И, наверное, еще скромность как-то выдает, что нужно к этому привыкнуть, наверное, занимает какое-то время. Уметь увидеть себя не как себя, а увидеть себя со стороны. Постараться и сделать определенные выводы. На чем еще работать? На чем еще работать? Так всегда. Нет такого, что ты останавливаешься. Постоянно есть к чему стремиться. Помимо АМДБ у тебя еще есть личный твой сайт, на котором есть твое резюме, на котором я увидела, что у тебя также есть опыт работы в театрах. В театрах в Нью-Йорке, в театрах в Лос-Анджелесе. Нет, нет, нет. В Лос-Анджелесе мне такого еще не попадало. Не попадала возможность. Я человек, для меня все-таки кино больше имеет какую-то страсть в этом, я вижу. Я просто чувствую себя так комфортно, что я не могу сказать о театре. Кого-то наоборот, кому-то очень нравится театр, сам театр, сам живое выступление. А мне все-таки нравится площадка. Все эти камеры, все люди, куда-то бегают, что-то делают, что-то происходит вечно. И просто я чистую, это мое. А в театральных постановках небольшой экспириенс. И я просто очень хотела получить этот тренаж, потому что театр тоже с начала до конца. Чтобы все было perfect. У тебя нету cut, как в фильме. А, не так cut. Так что это хорошая база, когда ты можешь над собой так работать. Да-да-да. Небольшие. Тоже через агентство? Off-off-бродвей. Off-off-бродвей это значит, само помещение небольшое. Это зависит от количества сит. Это было в Нью-Йорке. Я считаю, это... Это было в Нью-Йорке. Люди стараются даже больше, потому что стараются быть не хуже, чем в Бродвей, шоу. И они прямо отдают себя... Конечно. Это хорошая школа. Я считаю, если ты актер, обязательно умеет делать театр. Но это все равно... Это другое. Другой подход, чем ниже кино. Кино все... Маленькое, у тебя все на лице, а в театре у тебя все пари. Ты должен... Ты говоришь, мне очень нравится, что ты так душевно, трепетно к этому относишься. То есть получается, ты в кино и в театре, ты другой человек, чем ты в жизни. Это две разные Стефании. И знаете, вот когда люди говорят, эти актеры говорят, что они играют кого-то, я все-таки верю, это все-таки мы. Просто мы, как мы реагируем на определенные жизненные обстоятельства, когда мы оказываемся в них. Как бы мы среагировали, мы все равно же опираемся от своих взглядов, от своей перспективы. Мы не можем просто взять и оказаться в другом теле и понять, как другой человек соображает, мыслит. То есть все равно, что это же environment, другой environment, но твоя реакция на environment. Интересная позиция, прям у меня щелкнулось сейчас что-то. Скажи, пожалуйста, вот мы с тобой говорили сак и автором. Для тех зрителей, которые не знают, что это, я отмечаю профсоюз актеров, в который не так-то просто попасть. Но если ты туда попал, то ты защищен, допустим, если тебе не уплатили, они могут подать иск на эту компанию, они тебе предлагают роль. Расскажи подробнее, то есть вот давай начнем с того, что как туда попасть, сколько это даже стоит. Я знаю, что это платная программа, так скажем, я не знаю, как это назвать, организация. И чем они помогают? Для желающих, для тех, кому интересно. Да, это профсоюз, все правильно. Стоит это вступить в этот профсоюз, 3200 на сегодняшний момент, это в долларах, да. Можно оплачивать эту стоимость постепенно, не все сразу. Плюс ты не можешь просто заплатить и вступить, нет, у тебя должны быть определенные, их называют waivers, ты должен их получить 3, работая на площадке, или есть другой подход. Можно снимать свой короткометражный фильм, и у тебя уже принципы ролл, и ты уже можешь автоматически вступать. Но принципы ролл я имею в виду спикинг ролл, это один из выходов, если люди не могут получить вот эти 3 waivers. Это один из выходов. Это как бы разрешение, да, документальное. Разрешение от какого-то продюсера, который уже снимает где-то фильм. Да, ты работал на площадке, да, тебе заплатили как уже человеку с этого профсоюза, и это уже рассчитывалось как ты, как сагавтра, и ты должен их набрать 3. У меня было больше, чем 3, но я не вступала, потому что я советовалась с другими актерами, как лучше сделать, и мне все советовали, не торопись. Очень много проектов, если ты начинающий, и тебе нужны навыки, тебе нужен материал, очень много проектов, где ты можешь начать себя как сон-юнин, потому что если ты уже юнин, на тебя смотрят уже по-другому, как специалисты своего дела, тебе не дадут поблажку. Вот так что не спеши, и всему свое время оно придет. И так и получилось, мне нужно было подписать контракт, когда у меня была роль, что я вступлю по определенным количествам, там, 5 рабочих дней, что я вступлю в этот юнин. Чем она помогает, эта организация? Какие плюсы будут в этой организации? Да, ты уже упомянула, что защищают твои права. Плюс это, произведена другая зарплата, конечно, с различными бенефитами. Также мы получаем residuals. Если ты уже снялся в кино, и твое кино просмотрено в этой стране, в другой стране, еще где-то, если его показывают, ты получаешь чек на своем имя. Так что это тоже плюс. Ну, поясним просто, если его показывают, ты показывают не один год, то ты на второй год получишь такой же чек. Нет, не такой же, там уже другие, там варьируется система. Ну, все равно ты получишь чек, ты получишь. Какие-то деньги ты получишь. Какие-то деньги за то, что это еще раз показали в следующий год. Конечно, невозможно проследить во всем мире, где он что показывает, но... Давай поговорим про твою модельную карьеру. Все-таки канал называется «Модели США». На твоем сайте, опять же, я увидела, что ты даже выступала в Нью-Йорк Fashion Week, неделе моды в Нью-Йорке, с ростом. Внимание, друзья, какой рост у тебя, Стефаня? А, ну, если по-русски, метр шестьдесят, шестьдесят два, сейчас не помню, сантиметром. То есть ты разбила полностью стереотипы о том, что нельзя участвовать в неделе моды, там обычно идет вот метр семьдесят два и выше, девочки. Тем не менее, ты прошла, у тебя великолепные съемки с подиума, ты очень красиво продемонстрировала эту одежду. И мне понравилась, как ты туда попала, твоя история. Сейчас небольшую предысторию. Со Стефанией мы познакомились и встретились на балле «Петрушка». Это русско-американский бал. Попозже расскажу вам о нем. Но просто, когда я к ней подошла, я говорю, здравствуй, я хочу взять твое интервью. Я увидела тебя в кино, как раз «Киндергайд» и «Титчер». Ты играла там няню, и она такая говорит, вау, типа классно, что ты посмотрела. И билеты на эту «Петрушку», секундочку, 500 долларов стоят человека. Но Стефаня прошла туда бесплатно. Она, знаете как, она просто пришла туда и сказала, я хочу зайти. Да нет, это наоборот. Сейчас организатор с «Петрушка Бау» увидит. Я думаю, они все знают. Я думаю, что ты украсила этот бал, и они будут рады пригласить тебя еще раз сюда бесплатно. И вернемся к тому, как ты попала на неделю моды в Нью-Йорке. Точно так же ты пришла и сказала, я хочу участвовать. Знаете, в жизни есть определенная система, как она работает. Но нужно находить выходы и входы, как эту систему не под себя, что ли сказать, приспособиться к этой системе. И у каждого будет свой индивидуальный подход. С самого детства, но с подросткового, мне хотелось участвовать в этих конкурсах. У нас в городе такие конкурсы проходили, и эти конкурсы красоты. И я понимала, когда выбирали девочек повыше, я понимала, а мне так хотелось участвовать. И я прям горела желанием. И у меня мечта вот с детства, это вот эти стереотипы в модельном бизнесе, что девушка должна быть определенного роста, чтобы добиться успеха. Я в это не верю. Я верю, что есть другие факторы, которые влияют на то, кем ты хочешь стать, кем ты хочешь быть в этой жизни. Я сейчас приведу просто пример. Коко Шанель, которая первая делала женщину в мужской брючный костюм. И никто для этого просто представить себе не мог. И есть очень много разных других примеров, которые меняют именно жизнь, меняют нашу реальность. То, что мы имеем в нашей реальности на сегодняшний момент, это кто-то, кто-то что-то когда-то придумал когда-то. И вот так мы смотрим на эту жизнь и помещаем себя в этот ящик. И смотрим на эту жизнь through this lens, right? Через эту перспективу. Но на самом деле каждый человек может создать свою реальность, веря своим желаниям, веря своим потенциалу. И, конечно, принимая, прикладывая действия к этому. Так вот, когда я ходила на такие показы, и их по Нью-Йорку много, есть, конечно, самая главная сцена, на которую я туда просто так не попаду, и я это понимаю. Но есть туда, куда можно попасть. И я знала, что на кастинг я ходила, и меня не брали, я понимала, почему. Я просто приходила в день показы и спрашивая дизайнеров, если вам нужна экстра модель, вот, пожалуйста, я свободна. И так получалось, что кто-то отменял, или кто-то заболевал, или еще что-то. И мне попадалось в случае, когда я одевалась, меня надевали, меня красили, мне делали волосы. Я была самым счастливым человеком, когда у меня был шанс пройтись, потому что то, что я мечтала, то, к чему я стремилась, то, что я хотела, вот оно, пожалуйста. Молодец, супер. Скажи, пожалуйста, вот на сайте у тебя разные разделы фотографий, как, в принципе, выглядит любой сайт любой профессиональной модели. Значит, у тебя есть editorial, журнальная съемка, рекламная съемка, что-то из жизни, и бьюти. Бьюти — это портреты, это красота. И я там заметила фотографию с ВОК. Это мы просто делали коллаборацию с фотографом, и фотограф, я так поняла, что он поместился в свою фотографию, фотография была... То есть выстрелила? Да, конечно. И там напечатали? Это чуть-чуть другое, я думаю, это онлайн все-таки. Это не напечатано, но это онлайн на их вот сайте. Ну разместили, то есть все равно разместили? Да, очень приятно. Кто тебе об этом сообщил? Ой, он мне просто прислал вроде бы, что ли. И я была очень рада. Это, конечно, одно из моих, как сказать, мечт, желаний, как и у любой, наверное, другой модели, потому что они сделали себе, зарекомендовали, и каждый хочет, если он уже в этом бизнесе, попасть. Не то что попасть, я очень надеюсь, что в скором будущем будет больше... Обложку этого желания, нет, надо всегда стремиться к звездам, понимаешь, тогда... Это не от того, что это какого-то само... какой-то самореализации, но это говорит больше о том, что я хочу как-то дать понять людям, что реальность другая, не которую им кто-то нарисовал, а реальность та, которую они сами могут тебе нарисовать, просто веря в себя. Ты очень активный человек, ты молодец, ты просто солнышко и звезда. На твоем инстаграм я увидела, что ты также в ТВ, в ТВ рекламы какие-то, реклама волос, реклама кремов у тебя. Спасибо. Стараюсь. Где что? Бывают разные работы, я открыта ко всему, и если какой-то аудишн или кастинг, конечно, я иду, и кого выберут, никогда неизвестно, если выбирают, это плюс, у тебя и чек, у тебя и кредит. Это, конечно, как актер, как модель, это твоя работа, и ты делаешь свою работу. Давай поговорим немножко о твоей личной жизни. Очень интересно, кому же отдаёт выбор такая красивая, умная девушка? Может, у тебя есть какой-то идеал мужчины или есть какой-то мужчина? Я не очень люблю говорить на personal life. Я всё-таки... У меня такая позиция, не бежать за отношениями. Я верю, что нужно создать себя, лучшую версию себя, и тогда в жизни всё придёт само собой. Когда мы идём за нашим зовом, нашим внутренним голосом, и мы делаем какие-то в жизни, принимаем решения, в какую сторону мы движемся, позитивную, негативную, движемся ли мы за нашим зовом, на то, что наша душа желает. И если мы идём, мы видим, я очень... Для меня это как мэджик. Ты что-то только подумал, принял вроде какое-то решение, и оно как-то вот в жизни проявляется в твоей. И я вижу, что это тебе знаки, судьба даёт, что ты на правильном пути. И именно не всё так легко, конечно, мы создаём это. Но когда это в жизни происходит, ты понимаешь, что на правильном пути, это даёт тебе мотивацию, силы продолжать идти. Потому что бывают моменты, когда тебе хочется уже просто... Такое бывает. Опустить руки, и думаешь, для чего это надо. Но потом всё-таки жизнь даёт тебе такие приятные сюрпризы, и ты продолжаешь идти и идти. И я такой человек, что я не стремлюсь на бежать за отношениями. Я всё-таки стремлюсь найти себя, и вот тогда всё пройдёт само собой. Интересно. А ты говорила, ты очень обрадовалась тому факту, что ты попала в Грузию. То есть ты любишь путешествовать? Я думаю, каждый человек любит путешествовать, если у них есть возможности. И узнавая какую-то новую культуру, новую, абсолютно другие традиции, с которыми ты раньше не сталкивался. И расширять свой гургозор, конечно, да. Потому что мы всё познаем в этом мире в сравнении, когда мы что-то для себя новое открываем. Путешествие маленькое, жизнь, как говорится. Ну, где тебя можно увидеть вне съёмок? Как выглядит твоя рутина ежедневная? Работа, 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 и ещё раз работа. Первое место в моей жизни заключается – это работа. Я сейчас весь месяц проработала на компании, я делаю футмары. И там я очень-очень рада, мне это по душе, скажем. Как модель я могу себя в этом плане найти. И у меня мечта – один день просто быть ножкой их компании. Ну, такая мечта. А что ещё? Бегаю на аудишены, на кайсинги, на классы. Записать нужно, там, self-take, нужно побежать, взять студию. Нужно клад взять, нужно третий, десятый. Вот так вот. Всё просто так не бывает. А, я вам ещё расскажу. Хотите послушать? Я ходила на шоу «Filling Plane». Да. Там, и они делали паблик. И, ну, паблик, плавает. И такая огромная тут стоит очередь. Мы подходим к самому, и девочки такие. Ну, что, ну, что пришли? Я такая, так, подожди. Я смотрю, калитка открывается. Здесь такие железные калитки. Калитка открывается. Я понимаю, что нужно сейчас залетать в эту калитку. И мы залетаем. И мы проходим. Всё это очередь. Очередь стоит. Мы ещё им сиденья наши на самом первом ряду. Ещё еду где-то нашли. И вообще просто. Скорода напала. Когда вот есть такой excitement, этот flow, I feel like I have to go with this flow. Мне нужно идти, да, когда он прям, вот я чувствую, когда его нету, не получается. Лучше, а когда он есть, ты веришь в себя, ты идёшь за этим золом, и вот как-то всё по маслу. Ну, плюс, если это работает, почему не надо? Надо пробовать. Будет работать. Так, всё, в лицопрос. Давай. Режиссёр, с которым ты хочешь поработать. О, Господи. О, Господи. О, Господи. Я так плохо знаю имена. Мне очень нравится фильм. Сейчас скажу. Я просто забыла название. Like crazy. Как-нибудь смотрела, думаю, наверное, с этим авто... Да, скорее всего. Хорошо. Как ты думаешь, каким животным ты была в прошлой жизни? Кошкой. Кошкой. Мяу. Любимое движение в танце? Вот это? Наверное. Любое движение в танце. Да. Ну, это движение как раз-таки и, наверное, как... Соблазняешься, что ли? Я не знаю, как сказать. Была ли кличка в детстве в школе? Да. Какая? О, меня как только не называли. Меня называли Макароном. Это фамилия Макарова. Хотя пишется совершенно другое. Кто-то меня назвал стервой, потому что сте-ша. Это вообще, не знаю, не сочетается, но вот такое было, да. Ты знаешь, я пришла туда, увидела знакомых девочек, объяснила им ситуацию. Говорит, билеты распродали, все, билетов нет, я хотела на бал попасть. И они такие мне стоят, показывают, что они у кого-то уже этот... Я такая, о, так же мухлюют. Ну и вот. Что вы думаете? Выходы-входы, вы всегда умеете знать, где их брать. Любит камеру, любит. Нет, а вот, да, мне все говорят, камера так тебя любит. Это потому что я камеру люблю. Да, это у нас это взаимно. Вот это абсолютно. Вот это начинается с того, когда вы сами начинаете с себя. Вы верите в себя, и люди вас верят. Вы любите камеру, и вас камера любит. Понимаете? Возвращайтесь. Квот из Стефани Макарова. Еще. Актерская, ну, как еще раз я объяснила, что не дать возможность понять людям, что реальность может быть другая. Да. Так как они себя стереотипами обрезают себе пути. Потому что смотрят, так нельзя, здесь нельзя, здесь так, а вот так. И просто не верят в себя, что они, и не действуют. Таким образом просто, ну, жизнь, ну, сложилось. Вот так, что поделать. А совсем не так. Каждый день своя реальность. Вы готовы, и вы можете это создать своими руками, но это много действий и много сил уходит. Если вы готовы отдать этому, тогда да. Ну вот, правильно. Стефаня, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. У меня для тебя есть небольшой подарок. Скоро будет. Так приятно. Скоро тебе. Так приятно. В маленькой бане, там еще шоколадки. Не для того, чтобы ты свою фигуру испортила просто, но немножко. Спасибо. Ну, на самом деле не стоило, но мне очень приятно. Да, мне очень приятно. Спасибо огромное. Спасибо тебе. Спасибо, что вы меня позвали. Надеюсь, кому-то это станет интересно и полезно. Кто-то возьмет на вооружение, и кого-то это вдохновит. Я только буду очень рада. Спасибо, что. Смотрели на сегодня.